Домашние посиделки не для Ольги Галушка. Ее жизнь наполнена движением. Женщина едет к дочери в Минск, ходит в кино, а в преддверии праздников – частый гость в торговых центрах. Поэтому для нее так важно быть защищенной от вирусов. С собой всегда маска и антисептик. От COVID-19 горожанка привилась еще в 2020-м, а уже сегодня пришла на ревакцинацию. «Это действительно действенный метод для профилактики многих болезней, которые нам знакомы с детства. От оспы, от кори, от столбняка. Мы же всегда делали вакцинацию. Я прививала всю жизнь своих детей. И сейчас я считаю, что это самый действенный способ, чтобы как-то остановить эту эпидемию, этой инфекции». Все больше бобруйчан приходят в поликлиники за третьей прививкой от коронавируса. Схема простая. Врач проверяет пациента по базе. Самое главное – осмотр и сбор анамнеза. Затем измеряют уровень сатурации, пульс и давление. После приглашают на вакцинацию. Процедура занимает около 10 минут. Для бустерной вакцинации предлагают однокомпонентный спутник «Лайт». Им также прививают молодежь от 18 до 25, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. После введения вакцины пациенты 30 минут проводят в зоне отдыха. Это необходимо, чтобы удостовериться в отсутствии аллергических реакций. Также врачи рекомендуют в течение трех дней не мочить место укола, не посещать баню и избегать физических нагрузок. Главное, чтобы тот человек, который сегодня пришел в поликлинику для того, чтобы получить эту вакцину, понимал, что сам этот порядок проведения защиты человека осуществляется в три этапа. Первый этап – это получение базовой первичной вакцинации. Повторная или бустерная вакцинация – это вакцинация, которая проводится через 6 месяцев после первичной вакцинации или после перенесенной инфекции COVID-19. Третий этап – повторная сезонная вакцинация. Проводится она через 12 месяцев после основной или бустерной прививки. Дополнительная доза вакцины от COVID-19 необходима для того, чтобы поддержать на необходимом уровне количество антител в организме против инфекции COVID-19. Рекомендуется лицам в возрасте от 18 до 25 лет – это студенты, учащиеся, молодые люди, люди работающие, также лицам с хроническими заболеваниями, с иммуносупрессиями, лицам, которые проходят гемодиализ. В Бобруйске третий кол от COVID-19 сделали уже полторы тысячи человек. Первую дозу основной вакцины получили 120 тысяч бобручан. В масштабах всей страны это больше 4 миллионов. Вакцинация все еще остается самым действенным способом защиты. Накануне Минздрав разрешил прививать подростков от 12 лет. Нововведение – еще один шаг в борьбе с серьезной инфекцией.